Всем привет! И вы на нашем канале Света и Дарины. И сегодня у нас мукбанг с паэлией. В общем, сегодня испанская кухня. Решила попробовать приготовить морепродукты. Но не знаю, что у меня получилось. Первый раз готовила. Я сразу же, наверное, буду накладывать, чтобы не затягивать. Надеюсь, это получилось хорошо. Надеюсь. Потому что морепродукты, это, конечно, не моя стихия сразу. И у нас тут морской коктейль. Вот видите, креветки, я даже, честно говоря, они такие огромные, что я, честно говоря, их боюсь даже. Ладно. Я сейчас на плов с морепродуктами не ела никогда. Это креветка, да? Да, это не плов, это называется паэлья. В общем, как она готовится? Я так поняла, что она может по-разному готовиться. Но, в общем, как я делала? Ну, естественно, рис обязательно. Обязательно морские разные... Маслины. Да, маслины, оливки. Испанские, кстати говоря. Вот. В общем, там, получается, креветки. Что у нас там? Что я читала, Даринка? Осьминоги. Потом, что я ещё говорила? Может, мидии? Мидии, точно. И там написано, мидии съедобные. Видимо, бывают несъедобные ещё. Но нам положили всё-таки съедобные. Потом, что ещё я читала? Кальмар, да? Кальмар какой-то там японский. Или осьминог японский. Господи. Ладно, не знаю. Надеюсь, это съедобно. И ещё какая-то рыба. Я не поняла, какая. В общем, себе положу за кадром, потому что неудобно. В общем, положила я. Вот. За кадром уже, потому что сложно. Так, и продолжу говорить. Попробую пластиковые. У нас другие поломались, пластиковые хорошие. Попробую. Если не получится, буду обычный. В общем, здесь морепродукты, я сказала, рис. Куриное филе. И ещё из овощей лук репчатый и болгарский перец. Назову это морской плов. Рыбный плов. Ну, получается, да. Так и получается. Просто это испанское. Так как эта страна, ну ты знаешь, она южная, там море. И там очень много у них морепродуктов. А, и салат у нас ещё. Тут помидор, оливковое масло, зелень, чесночок чуть-чуть. Ну, огурцы, масляные оливки. Приятного аппетита тем, кто с нами кушает. Ого. Ого. Ну, в принципе, паэля неплохая. Не знаю, может быть, она как-то и по-другому ещё готовится. Но я так поняла, что там разные части Испании по-разному готовят. Это имитация креветки. Тут есть, но намного меньше креветки настоящие. Слышишь? А вот эти вот огромные, это имитация, по-моему. Обычно я любила, ну, мне папа часто покупал морские салаты. Алифки. Тут море, море от нас далеко. Да и, честно говоря, я не любитель. Но я писала уже кому-то, кто-то просил с морепродуктами. Мокбанг. Я писала, что я не очень люблю. Исключение, это рыба у меня красная. Ну, и креветки. И креветки. А я-то рыбу, на самом деле, тоже не люблю. Ну, в принципе, белую рыбу, например, минтай там, если пожарить, вкусно сделать её. Даже если её в духовке просто запечь. В принципе, вкусно. Но не так, чтобы я прямо это хотела постоянно. Ну, вкусно для разнообразия, но не настолько. Курица мне даже больше нравится, чем рыба, если честно. Ну, вот исключение, это красная рыба, пожалуй. Вот красная рыба для меня даже вкуснее, чем курица. Получается из белка. Мне больше всего нравится именно красная рыба. А меньше всего мне нравятся вот эти вот всякие осьминоги. Ну, тут они как бы перемешаны и чуть-чуть, и нормально. А если вот так вот скушать, ни за что. У меня осьминог тоже не люблю. Ни за что. Мне даже противно смотреть на это. Не то, что извиняюсь, что я так на мукбанге говорю. И кто это по-настоящему любит, извиняюсь. Но это мои предпочтения. Но попробовать надо, потому что мукбанга, кстати, Даринка, с морепродуктами у нас не было ни разу. Я уже давно хотела эту поелию сделать. Но, как посмотрю на эти цены, это мы еще купили в светофоре. И там дешево. Неплохо. Вкусно для разнообразия. Да, оценка, конечно, поражает. А мы почитаем вопросы и комментарии. Кстати, я только что вот приготовила, вот приготовила и так сразу же выложила в тарелку, и мы начали снимать. Что-нибудь так горячее еще. Ты, Даринка, я так поняла, зеленые, вот эти оливки не любишь, да? Я люблю, но больше, конечно, маслины. На мой вкус. Оливки, они для меня кисловатые немножко. Ульяна Роказова вроде бы. Привет, Ульяна. Привет. Поедете еще куда-нибудь. Не знаю, честно. Но, скорее всего, нет. Летом точно никуда не поедем. Тем более, я сейчас устраиваюсь на работу. Уже не до поездок. Но, не знаю, писала я тебе, Ульяна, или нет. В начале сентября, на дня три, скорее всего, мы поедем на соревнования. Киров. Киров, он, в принципе, недалеко от нас. Где-то пять часов. Пять-шесть часов ехать. Вот. Там будет у меня марафон, кстати говоря. Который мы сейчас очень активно, ну, стараюсь, по крайней мере, готовиться. Сил что-то у меня маловато, на самом деле. В этом году. Вообще, как-то не чувствую сил. Наверное, на меня все-таки вот это, то, что я переболела этим коронавирусом, как-то повлияло. Все-таки это связано с дыханием. У меня же, ну, небольшая пневмония была. Скорее всего, все-таки по дыханию сложновато мне вытягивать. Сейчас соревнования на более высоком уровне. Я вообще после болезни вообще как-то... У меня болезни очень нормально проходят. Ну, раньше у меня, кстати, тоже я быстро восстанавливалась. Но вот что-то вот после этого коронавируса вот с дыханием это проблема. А ведь до бегуна это самое главное дыхание. Не знаю. Ну, а у нас еще, в принципе, два месяца. Даринка тоже должна побежать. Я не знаю, сколько я бегу. Скорее всего, два километра ты не зарегистрирована. Потому что я в прошлом году не успела тебя зарегистрировать. А в этом году они еще не открыли регистрацию. А я в прошлом году регистрировалась, так как отменили, перенесли на 21-й год мою регистрацию. И еще планирую 8-го августа, если все нормально будет, у нас в Сыктывкаре, кстати, будет полумарафон. Я хочу пробежать у нас, раз уж мы никуда не поедем. И если будет возможность, там, поработим. Так как сейчас основной работы у меня нету, тренерской. Сейчас лето, люди не ходят. И я сейчас на другую работу устраиваюсь. Сейчас недосмотр, кстати, прохожу. Поэтому не знаю, насколько будет время для этого, для подготовки, для самого участия. Но в сентябре точно должны поехать. Это будет 5-е сентября. Все? Угу. Какие знаки зодиака у вашей семьи? Угу. Уже отвечали, да? Да. Я Водолей, мама Овин и папа у нас козерог. Козерог, да. Так. Так. Неплохо, неплохо. Конечно, это не сравнится с нашим любимым пловом. Помнишь, я где-то говядину делала? Тоже неплохо. Это разнообразие. Тут даже щупальца изминога. Честно говоря, мое это. И пишите, как вы к морепродуктам относитесь. Потому что я поняла, что некоторые их очень любят, а некоторые просто их вообще не переваривают. Надо. ну или нейтрально относятся. К чему? Может быть. К морепродуктам. То есть как-то не думают о них и даже особо и нет желания кушать их. Какой вопрос от Екатерины Асеева. А вы себя заставляете кушать на видео или действительно так много кушаете? Я на самом деле не заставляю себя кушать. Я действительно могу достаточно много за раз съесть. Ну как много? Ну это немного. Я считаю, что это немного. Я честно вам скажу. Может быть это как-то так видится, но это на самом деле немного. Ну такое, что-то среднее. То есть такое, что оно любой человек за раз вот это может съесть на самом деле. Если вы попробуете. Екатерина. Так что есть ему бангера, которые намного больше за раз съедают. И мне кажется, человек может за раз больше нашего съесть, да? Наверняка. Особенно, если допустим мужчина. Не заставляя. Такого не было никогда. Кстати, с шашлыками снимали мукбанг на природе и вроде понравилось многим, да? Прикольно было бы еще снять с чем-нибудь, да? Ну это, конечно, сложновато. Это нужно все с собой везти на природу. Там где-то в полевых условиях это все готовить. Мухи пролетают на меня эти. Да, мухи прилетают. Дома намного проще. Но на улице разнообразие. Так интересно, да? Еще место нужно найти, где людей нет. Вот тут кто-то написал про пирсинг. Кристина Кирс вроде бы. Долинка, у меня и крыло, и септум проходит. Крыло? А! Это вносует. То есть крыло у нее вот тут и еще септум проходит. Вообще классно, не жалею. Ну, я и говорю, у всех свое же мнение. Ну, я считаю, что пирсинг это не такое страшное. Даже не тату его можно снять. Ну, все равно даже тату можно снять. Все равно останется след. Септум там же не видно, что у тебя же там насос останется с шрамом. Но если крыло унулось, то тогда, кстати, будет видно. Ну, какая разница? А я не понимаю, типа, след, и что там такого? У меня куча следов на лице других, там, родинок, всяких, прыщей. Не знаю. Напишите, как относитесь еще к этим проколам? Что-то я как-то в негативе к этому всему. Мода такая сейчас пошла. А потом все это прекратится и все будут срочно снимать всякие пирсинги. А след все равно останется. Ну и что? Мне в принципе все равно, что у меня там слез. А? А с дыркой ходить? Ну да, а что? Ну не знаю. Есть смолина, ананасов, крыжовников и много разных видов. С малиной, кстати. Да, про кошка так, кстати, говорят. Мы потом через день или два после того, как сняли видео, увидели у нас в ленте было это у кошка. Лукошка с малиной все-таки. А тогда, когда мы там были перед мукбангом, никакого не было с малиной. Ну интересно, говорят, еще есть с ананасом, крыжовником. Но мы это точно не видели такие. И другие какие-то виды. Вообще не видели. Да, блин, я бы хотела все попробовать. Но у нас, я так поняла, нету их точно, этих видов. мукбанг с мороженым. Да, кстати, мукбанг с мороженым скоро с ней. А я сама хочу прям уже. Очень-очень. У вас есть инстаграм? Я, по-моему, в прошлом видео забыла ставить инстаграм. А, все время забываем, извиняюсь, про инстаграм. Насчет паэли, что я хочу сказать. Все-таки морепродукты это не мое. На вкус. Это вкусно, в принципе, но не для меня. Я бы, честно говоря, паэли еще раз не стала бы готовить. Ну, чисто для себя, может, для кого-то. У меня, кстати, муж очень любит морепродукты. Вот для него что нам делать, смотри. Это, наверное, вкусно будет очень. А для меня, ну, так себя, честно говоря. Не обижайтесь, те, кто любит морепродукты. А как тебе, Даринка, вообще паэли? Как я приготовила ее? Вкусно. Понравилось, да? Очень странно эти морепродукты. Если честно, я когда в комнату зашла, когда уже все приготовлено было, я подумала, доширак заваривать с морепродуктами. Такой запах был. Может, тебе сам запах не нравится, но на вкус как? Но Даринка больше любит морепродукты, чем я, честно говорю. Да, но нет, слушай, вот мне не нравится запах, это правда. Ужасно воняет. Фу. Я тоже не люблю. Ну, так-то вкусно. Да, вкусно. напишите, кто готовил эту паэлью. Может, по-другому рецепту, но я так поняла, это классический рецепт. Не знаю, может быть, не во все паэльи курица добавляется, но она, вот филе куриное, в смысле, разбавляет этот коктейль. Мне кажется, не так вкусно было бы, если просто одни морепродукты. В общем, наелись. Мукбанк мне, в принципе, понравился. Ты жрешь огурчик еще? Угу. А так, напоследок СМР. Ну, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, до новых встреч и всем пока!